Холодно. КОНЕЦ Ах, Тулей, как сказано у поэта, что должно быть в раю Господь, если здесь на земле нас ласкают такие звуки? У какого поэта? Не помню, кажется, у персидского. Варвар. Ну что, что варвар? Варвар, армяшка, черный жоп, вся морда в барабине. Тулей. Ну чего тебе? У тебя от пирожного ничего не осталось? Посмотри в тумбочке. Своё-то любовь сожрал, друг живу. Я, Тулей, понимаешь, не хотел. Это получилось так нечаянно. Пирожное было так неожиданно, поэтому я никак не мог его хотеть. Я как раз хотел его оставить. Вернее, потом уже, когда съел захотел. Было так внезапно. Сколько сижу, сроду не видел пирожных. И не увидишь. Этого во всяком случае. А? Почему? Читай инструкцию. Ой. Там у них компьютер составляет меню. Повторение блюда возможно раз в 243 года. Да под чём ты знаешь? Я сказал. Читай инструкцию. Там всё сказано. Том 6, страница 30. Буква П. Питание. Советую ознакомиться. Я не мазохист. Ну, мазохист ты или не мазохист. А пирожного душка помню. Тебе не видать. До конца своих дней. Если только ты, конечно, не агасфер. К сожалению. То есть, что я? Сейчас. Залезь в тумбочку. Бедная канарейка. Ну, что ж ты, сука, делаешь? Это же для канарейки. Впрочем, я так и знал. Вечно одно и то же. Сначала рыбок уморил. Потом тиску. Потом зайчик. А теперь, значит, за канарейку принялся? Не правда, Турик. Я не хотел. А ты подумал, что птичка, может быть, никогда не видела пирожного? Ну, что ж теперь делать-то, а? Подождем до обеда, а? Хотя обед, что ж, у них там всегда что-нибудь такое, деликатесы, чтобы желудок действовал. Сколько сижу, ни разу не было, чтобы не захотелось, а? Это чтобы мы дольше жили. Да. Компьютеры. Выпустить тебя, что ли, а? Турик. Чего тебе? Может, выпустить ее, а? Давай. Ну, а с другой стороны, она же поет. Иди в жопу. Алло, господин Преттер. Это Увлий Марцелл из 1750-го. Тут у меня, знаете ли, птичка. Да, канарейка. Так вот, нельзя ли там что-нибудь... Проса или конопли? Да. Лучше проса. Что? Включите вес моей порции? То есть, второе будет на 100 грамм меньше. Но позвольте... Ах, вот как. А таки... Субтитры. Субтитры. Да. Отказываюсь. Вот чёрт, а. В чём дело? Бляцкий лифт. Работает, видите ли, на определённых режимах. Не больше и меньше. Говорит... С половинью второе. Преттер, сука. А что у нас нынче на второе? Петушиные гребешки. С чем? С хреном. Да. Задействует. Раз в жизни. Особенно предер Предер тут ни при чем Все дело в лифте Вниз, дерьмо, вверх, жетва В строгой репорции Хотел бы я только знать С чего начали? То есть? Что было раньше? Курочка или яйца? Вот это самое я спрошу у Господа Бога на страшном суде Да ну я пошути Все равно варвар Все клерикалы, варвары Даже сомневающиеся, особенно они Дай телефон Пожалуйста Алло Господин Претер Это Тулей Ворон из 1750-го Зачем вы посадили ко мне в камеру варвара? Он верит в Бога Вернее не верит, но тоже в Бога Куда смотрел комитет? Этот человек не римлянин Нет, произошла ошибка Нет, больше жалоб нет Ах вот оно что Господин Претер Вы говно Я буду жаловаться в Сенат Да? Я и защу способ Что он сказал? Ничего Говорит, не поделаешь Исповедник, говорит Не критерий Как и отсутствие Он А что критерий? Физическое, говорит Присутствие в пределах Исповедник Плюс отсутствие Альтернативы То есть, если податься некуда Согласно, говорит Последнему указу Распространяется на Млекопитающих Я же тебе говорил Что он, сука Этот Претер тут ни при чем Это все штучки калибулы Думает, если он тезка То может Плюс комитеты Совершенно Разложились В Сенатскую комиссию По гражданским правам Вели лошадь Сияна Буланова Я не спорю Наш Сенат всегда был Самый представительный За всю человеческую историю Должен ли кто-то Защищать Интересно Живот Гражданские права Этот Буланов Утверждает Что данные Вычислительного центра Получены При Тиберии Устарели То есть? То есть, то есть Было установлено Что во все времена Под замком Находится примерно 6 Причем десятых процентов На каждое поколение Ну не так, чтобы на вас Ну столько, сколько нужно И Тиберий На основании этих данных Установил у нас Раз и навсегда Число заключенных Вот подлинная реформа Правосудия, да? Но Тиберий пошел еще дальше Он эти 6,7 процента Сократил До 3 процентов И отменив смертную казнь Постановил, что мы все То есть Эти 3 процента А эти 3 процента Должны сидеть Пожизненно Независимо от того Натворил ты делов Или нет Сенат натурально Поддержал И сенатская комиссия По гражданских правам Как раз Образовала комитет Который должен следить За тем, чтобы не было Никакой системы воезда Так теперь этот Буланы Мутит Бодми Настаивает на пересмотре Данных Учислительного центра Полученных По Кибели Таким образом Понятия не имею Каким образом Просто ржет Гражданские права Гражданские права У них там Электронный интерпретатор Отходы космических программ Черт бы их подран А он что? Хочет, чтобы процент Был выше или ниже? Понятия не имею Короче, его ниже Играет выбирал Но это не так уж и плохо А что в этом хорошего? Что в этом хорошего? Ну как? Просторней все-таки будет А то напихают Всякого дерьма И не напихают Все равно дерьмо Кому нужен простор в камере? Подумай сам Простор в камере Никута из частной квартиры Это легче Легкого Превратить квартиру в камеру И камеру Квартиру Вот именно Ну, Туля, не расстраивайся Может, Сенат его еще Не послушает Очень может быть Он же служил в Ливии Заслуги Заслуги Кому же они все там На либералах отключаются А либералах отключаются А либералах просто кипятком Сыт, когда слышит Как его лошадь И действует Кто кипятком? Он Или его лошадь? Какая разница? Где моя долга? Там, где ты ее Оставил Если ты все Не спускай воду Варвар Помешался на экономии Я? Если я чего Экономлю Если я что И экономлю Так Это Время Что же До помешательства То есть Рим помешан На своем Водопроводе Вернее Замешан Я думаю, что не понимаю Водопровод наш тем И замечательен Что количество воды В нем постоянно От тибра Независимо Физика Сообщающиеся сосуды Все дело В системе Фильтров Как сказано поэта Дважды в одну струю Не ступишь Чепуха Очень даже ступишь Аква Аж два О И заметь Не больше Не меньше Ну разве что Он испаряется Или когда вытираешься И то Вряд ли Ведь полотенце-то потом В стирку идет И вытертое Возвращается Убежден, что наша башня Еще и водонапорная И убежден, что кто-то Когда-то В этой воде уже мылся Может даже калекула И тебе И сиян Если б фильтры говорить умели И моя жена В ней мылась И твоя Что ты этим хочешь сказать Что ты этим хочешь сказать Да нет Не это И дети тоже Вода Везде вода Что в квартире Что в камере Сообщающиеся Говорим С отсутствием Для кого сообщающиеся А для кого и нет Удивительно Анатолия Я ведь знал Что это Может случиться Еще ребенком Было знал Это все мы знаем Тем более Что мой дед И отец не сидели И все-таки Не предполагал Завел семью Детишек Ну 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 Бобля Это говорит только О том Что наш комитет На высоте То есть как А так Что сажают Только после того Как заведешь Потомство Примерно Как раз Когда Жена Надоедает Когда вообще Все смысл Теряет И только слово Пожизненное Смысл Приобретает Не раньше Компьютер Все-таки Да Техника Что читаешь Рация Ну и как Классив Классив Что чересчур Восторжен Впрочем Как и все Преды Бюст Что ли Его заказать Тем более Что кормить Не нужно А каналейку Куда Выпустим А то сдохнет От голода Либо от воздуха Разрежен Жалко Жалко Выпускать Или жалко Что сдохнет И И выпускать Должен Летит Понимаешь На все Четыре То есть Триста Шестьдесят Лишние Мысли Опять же Нас Ты видишь Никто Не выпустит Для нас Тут Жизнь Смысл Мы тут До конца Дней А что ей То надо Наши тварь У нее И мозгов Нет Крюв один Нет Жалко Выпускать Утром Ведь вдох А мне нет В эту Летит Уже Нас Кто пожалеет Она Что ли Мне уж Говорю И мозгов Нет Айфы Опыт На нас Двоих Их Хрен бы Хватило Значит Не веришь Миниатюризацию Да Не в этом Дело А мы Ее Пожалеем И потом Она ведь Поет Ну вот Когда ты Сдохнешь Я тебя Пожалею Если Все Дело В размерах По твоему Поживи Лучше Сейчас Тули Не лапы Лучше Сейчас Поживи Тули Ну Прими руки Кому Говорят Я Ничего Ну Что Ничего А Это Чей Член У тебя Жизнь Эрекция Где моя Труб Вот цена Моим Словом Пожалею Знаю Как ты Меня Пожалеешь Меня В мусор Поровод А на мое место Какого-нибудь Гретина Я вниз Он Вверх Так лифт Только так И работает Принцип весов Символ Правосудия Будешь С ним лясы Точить Может Даже Это За бока Хватать Молодой Если Главное Ведь Главное Ведь Дерьмо Какой-нибудь Пришлют Сам Говоришь Пастух Там Или Ликтор Но А по мне Уж Ни хрена Не вспомнишь Как Не бывало С глаз Долой И сердце Он Так Сказать Переменим Простыни Это Именно Это Точно Конечно Так Спокойнее Инстинкт Самосохранение Плюс Ухват И Стойка Что Впрочем Одно Тоже При Полной Поддержке Прекора И Когда Полностью Самосохранишься Тут На тебя Мусоропровод И Запихают Все Там Будем Ну Да Ты Выше Этого Понимаю Гражданин Опора Государства Дерьмо Собачье Сам ты Дерьмо Варвар Может быть даже христианин Смерти боишься Как Сам ты Дерьмо Варвар Может быть даже христианин Смерти боишься Какой ты римлянин Семья Детишки Жопа Все это варварство Понял Тоска по свободе А что ты знаешь о свободе Бабы И все Предложи тебе сейчас Гитеру Харить Или на койке гнить Что бы ты выбрал Гитеру Понятно Ага Вот видишь Для тебя тут есть Разница А разницы нет Публики Нет Разницы Дни идут Все дело в том Что Дни идут Чем бы ты не занимался Ты Стоишь на месте А дни идут Главное Это время Так учил нас Тебе Избавиться От сантиментов От этих Ля-ля-ля О бабах Любви Ненависти Детишках Избавиться От мыслей О свободе И тогда ты Сольешься Со временем Ибо ничего Не остается Кроме времени И тогда ты можешь Даже не шевелиться Ты идешь Вместе с ним Не отставая И не обгоняя Ты сам Часы А не тот Кто на них Смотрит Не зависеть От времени Вот Свобода Вот во что верим Мы Римляне А ты Варвар Грязный Варвар Я бы Убил Тебя Если бы Я не знал Что на Твое место Пришлю Другого Может быть Еще Большего Варвара Особенно Теперь Когда В Сенат Провели Сияна Что же Может быть Покончить С собой Прямо Здесь В ванной На римске Море Как Сум Шлют Лифт Сам Знаешь Йоги Балки Как Сказано У поэта Постум Постум Убы Бегут Летучие Годы Это Кто Сказал Горации Ёлки Балки Ёлки Балки Ёлки Балки Алло Господин Претер Это Пумли Марцел Из 1750 Будьте Любезный К нам В камеру Бюст Поэта Горация Горация По буквам Гомер Овидий Рамзес Ахилл Гомер Овидий Рамзес Ахилл Цезарь Цезарь Иегова Язон Цезарь Иегова Язон Да Квинт Гораций Флаг Что немного Место займет А какая разница Господин Бреттер Тюрьма Есть Недостаток Пространство Узмещенное Убытком Избытком Времени Да Чем раньше Тем лучше А что вниз Шахматы А вниз Шахматы Премного Благодарен Господин Проэтер Ох Сука Этот Проэтер Невежа Хорошая Должность А Чем Болтать По телефону Всего И делов Вообще Тут Тысяча Систерциев Забот Никаких Все Казенное Знай себе Лопись Да За компьютером Прислад Все равно Вы не взяли Да Почему Таких На государственную Службу Не принимают У тебя В роду Никто Не сидел Проэтером Сенатором Консулом Принцепсом Может Стать Человек У которого Чьи предки Побывали В башне Хоть В четвертом Колене На кой Риму Чиновник Которому Один Прекрасный День И подумай Сам Какой Из тебя Сенатор Если у тебя В перспективе Башня Что Да Одно Утешение Дети В люди Выйдут Сына Как Назвали Вот Звучит Быть ему Претером Или Сенатором А может Даже И консулом А то Глядишь И принципом Стать Красивое Имя Залог Успеха Полдела Молодец Был В Тиберии Когда Отменил Сверху Ну Какой Сенатор Из Федота Или Хуже Того Из Стэнли Другой Делак Тавян Так же Красиво Как И тебе Я Своего Старшего Тиберия А Младшего Тоже Тиберия И Средний Да Что ни Говори Большой Человек Был Тиберии Где Мы Все Были Если Он Империю Не Придумал Столицу Боим Не Переименовал Гнили Бо Тихонь Задморки Европы Ну Это уже Кое-что Как погода Облачность Ни черта Низкая Может Даже В Риме Дождь Посмотри на Градусник Наш Или Наружный Наружный Плюс 10 Процессий Холодновато А тебе А тебе То, что Градусник Наружный Я Римлянин Хотя Потому, что Тут Нахожусь Все Мы Теперь Римляни Зачем Они Только Его Суда Повесили Садисты Когда Мы В Ливии Стояли К нам В когорту Бордель Привезли Так Бандерша Ихняя Сучка Знаешь Для чего Надумалась Приделала К пружинам Матраса Таксометр Представляешь Значит Филобабу Нет Легионера Одного Вспомни Не хватило У него Пары Систерциев Так У него Рожа Была Как У тебя Сейчас Точь В Точь Ты на свое Посмотри Крызло Плюс 10 Высота 500 метров Это если Капитолийского Холма Не считать А с ним Все 700 будет Итак 700 Равняется Плюс 10 В Риме Стало быть Градусов На 5 Теплее Если Дождь Там Значит Что Теплый Вода В Тибре Мутная Мутная Как сказано Поэта Люди Люди Бегут Кошки В окнах Мяукают Башню Не видно Во время Дождя Никто не думает О башне Вот что значит Архитектура Я бы В Сенат Пошел Чудно Это дело Во время Дождя В Сенате Сидеть Слушать Как там Законы Обсуждаются Голосовать Я был бы Конечно За Неважно Даже За что А кто Нибудь Был бы Против Какая Разница На той Демократии Я По натуре Позитивист И когда Руки Подымаются По залу Гол Такой Дух Идет Под мышками Еще И лучше Если С меньшинством Голосует А Представить Только Сидишь Себе В Сенате На улице Дождь Тут Тепло Голосуешь Демократия Дулей Отстань Все Читаешь Прошлым Интересуешься Ну конечно При таком количестве Историй Какое уж тут Настоящее Не говоря уж О будущем Даже географии Ни хрена не осталось Просто Колонии Части Империи Даже если Независимыми Ставшие Ну Топография Одна И осталась Вверх Вниз Вверх Вниз Ну читай 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 Когда все Прочтешь Книги-то На полке Останутся А тебя В мусоропровод Запихают Как сказано Хорошо Пирожные Хорошо бы опять пирожные Опять говорят Не бывает Да Все повторяется Кроме меню Ты бы конечно Наоборот Предпочел А то нет Я и говорю Варвар Ну при чем Тут то варвар Что ты все время Как собака Тяпли А при том Что истинный римлянин Не ищет разнообразие Истинному римлянину Все равно Истинный римлянин Единство жаждет Так что Меню Это Разное Это даже Лажа Меню Должно быть Одинаковое Как и дни Как и само время Это послабление У нас Сожратой Как же так Все равно Пирожное Значит Равно Отсутствию Пирожного Ага Потому что Отсутствие Равняется Присутствию Вообще Истинный римлянин Разницу Все за подлянку Считают Меню Должно быть Одинаковое Пирожных Не напасешься Или их Отсутствие А сам Конорейку Пожалел Не пожалел А оставил Ну это Одно и то же Отнюдь И вообще Жаль Что это Конорейка А не Скажем Оса 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 Какая Оса Потому что Миниатюризация Сведение К формуле К иероглику Знак Вот компьютерный Эти Как Чем меньше Тем больше Мозг Ну и силикона Турей Как у древних Я хочу сказать Если Осу Поймать В стакан Глюдцем Глюдцем Накрыть Ну То она там Как гладиатор В цирке То есть Без кислорода А стакан Он вроде Колизеев Миниатюр Ну и что А то Что она Слишком Большая Она Много Места Занимает Она Почти Живой Она Не годится Постей В смысле Эпохи А Маленькая Но Вся Мозг Да какое там Место Клетка Жа Тавтология Публик Тавтология И тебе бы Больше места Осталось Ну а сыты Тут не дождешься И вообще Жалится Ну это честнее Чем чирикать В данных То обстоятельств И вообще Вон Зажралась Она же Летать Перестала Конечно Птички Сто грамм Прибавить Это не то Что нашему брату Я может быть И пирожное Это из этих Соображений Ты то Сказать Отлетался Одно Утешение Что в мусор И провод Не пролезут Ох Тули Хлопот Со мной Не оберешься Намучаешься Еще пожалеешь Когда Скончаешь У них там Сечка Сечка Дробилка Принцип Мясорубки Мотив Торпейской Скалы В указе Так и сказано Я читал Я помню Мальчиком А то бы народ Бегал А после сечки Еще и крокодил Я тоже помню Читал Что раньше Когда еще Свидание давали Многие себе Под кожу в член Шары вшивали Чтоб диаметр Увеличился У члена же Главное Не длина А диаметр Потому что Баба пока сидишь С другими Путается И отсюда Идея Чтоб Во время Свидания Доставить Ей Такой Переживание Чтобы она В кожу загоняет Крайняя плоть Которая В дорожник Пару дней Поприкладываешь И до свидания Так некоторые Даже на свободу Выйдя Шарики эти Не удаляли Отказывались Кто-то Тебе эти Свидания Не отменил А что Ему жалко Стало Если человек Раз в год Тем более Если Пожизненно Жалко Что ему Стало Не Ну это же Надо придумать Раз в год Человеку Палку кинуть Пожалел Придумать надо Всяко Лучше Чем Сирот Плодить Тогда Нечего Легионы Посылать В Сирию В Ливию В Песе Это разные вещи Это разные вещи Это только Декором Это сладостный Почетный Палку Палку Кинуть Тоже Сладостный Вот потому И отменили Чтоб не смешивали Сладостный С почетным А приятный С полезным Потому что Свидания Все это Идеи Правосудия Противоречат Всему Принципу Бажен А палка Тем более Палка Есть Как бы Побег Не о тебе Как ты этого не понимаешь О сперме Твоя Сперма Твоя Есть Как бы Побег Вернее Утечка Научись Мыслить Абстрактно Углей Дело Всегда В идея В идеи Заложены Вечи В принципе Жизнь Это идея А сперма Это вещи Но я же Все равно Спускаю А вот потому И отменили Чтобы не смешивал Чего не смешивал Идею С вещью Ух Я не смешивал Ух Ну Ух 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 Тенис А prom Ух 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 У Я это уже слышал В прошлом году В позапрошлом Не помню, не важно Ни в словах дела От голоса устаешь От твоего От своего тоже Я иногда уже свой от твоего отличить не могу Как в браке Только хуже Годы все-таки Ну да Вот от этого эрекция А с другой стороны Как они повторятся Если так жизненно До известной степени До известной степени Все, что можно сказать Все, что ты можешь сказать Уже сказано Тобой или мной Я это уже слышал Или уже сказал И я это тоже слышал Столько раз Как в записи Это точно магнитофон Или телекамера Или хуже того Это как на бумаге Черным по белому Да Еще неизвестно Что первым было В начале то есть В начале Пугли сам знаешь Было слово И оно же будет И в конце Если конечно Успеешь произнести В конце Я думаю Будет нечто квадратное Во всяком случае Четырехугольное Если конечно Не кремируют Ужные Они тоже разные Круглые Тоже ничего Колонну Напоминает Тело вообще И капители Эти как Локоны Если долго смотреть Особенно Я молодой был У меня на колонну Вставал Горации Винкарасий флаг Собственной персоной Не оригинал Но тяжелый Килограмм Пятьдесят Будет Пугли Ну-ка Помоги Бог не хрена себе Поэт Подорваться можно Классики Они все тяжелые Потому что Из мрамора Из мрамора Потому что Классики Или классики Потому что Из мрамора Что ты Что ты Что ты хочешь Этим сказать Что за классики Потому что Из мрамора Что ты имеешь Ввиду На что Ты намекаешь Мрамор Такой прочный И не каждому Из него Морду вырубят Неподатливый Ночень Я слышал Хоть жги Хоть кали Максимум Что Нос Отвалится Но это И при жизни Бывает А так Очень устойчивый Материал Кто-то Из него Статуи делают Ну-ка 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 Статуи Или скажем Бани Как Каракала Хотя Он конечно Император Мог себе Позволить Они Все на потомство Работают Императоры Подерзывают Конечно Это уже Подожди Нет Это уже потом Стали все Из железа Мострячить Эгоизм Потому что По потомству Уже Никто Не думает Ох Да Да он Он сам, Гораций, об этом же и пишет, что он, бескать, воздвиг себе монумент превосходящей медь. В школе учили, как сейчас помню. Вот ведь темный был, а понимал, что с железом лучше не связываться. Ну и? Ну и правильно, что ему из мрамора морду вырубили. Хотя и копия. А с другой стороны, копию не так жалко, из-за носа отвалится. Да, копию не так и жалко. Ну и классик. Хорошо еще только один бюст, а не целая статуя. Одна тога эта, сколько бы пудов потянуло, складки эти. Статуи они тут не держат, только бюсты. Жаль. Жаль. Хотя с другой стороны подумать, если... Какие среди баб классики? Одна сафо, да и та дуснастная. Еще тога. Туника. А это что такое? Как тога, только короче. Выше колено. У женщин еле-еле причинное место прикрывает. Елки-палки. 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 Фасон, что ли, такой? Нет. В Греции вообще теплее. Елки-палки. Выше колено. Убли. Уймись. Да. Греция. Тепло. Гипарисы в небо торчат. Магнолия пахнет. Лавр шелестит. Сафоэда. Туника выше колена. Взошли мои любимые плеяды. А я одна в постели. Я одна. Конец света. Да, хорошая поэтесса. Но не классик. Одни фрагменты. К тому же гречанка. Да хоть бы бюст. Ну, вряд ли. Еще заподозрят в республиканских чувствах. Ты еще себе Перикла закажи. Демосфена. А что они нам сделать-то могут? Куда же дальше-то? Ну, усилит наблюдение. Так мы даже и не почувствуем. Телекамера до него падает повсюду, только мы их не замечаем. Мне иногда приходило в голову, что оно и есть камера. Даже когда оно открыто. А облачность там всякое, как помеха. Или тощ. Солнце тоже. А вид Рима, как заставка. Для отвода глаз. То за канарейкой не вылетает. Не дура. А с другой стороны, надзор вещь неестественная. Даже логическая. Ну, какая тут логика. Что мы можем? Какое преступление? Ни политического, ни даже уголовного. Ну, ты разве мне тебя зарезал? Или наоборот? Ну, тогда с кем разговаривать? Замену, конечно, пришлют. Но замена, она и есть замена. То есть то же самое. Смысл преступления, он в чем? В последствиях. В выгоде. По глазке. В том, что ловят. Пойман судят. И осудив, сажают. А мы? Мы же уже сидим. Ну. Обратный же процесс, он невозможен. От следствия и к причине. Так же не бывает. Ну, какой же этот, тогда, прок в этих телекамерах? Чушь, публика. Преступление интересное именно, когда вне контекста. Когда нету ни мотива, ни наказания. И половина худзлитературы о нет. Но преступление вне контекста, не преступление. Потому что мотив и наказание делают его преступлением. Его? Кого? Ну, это действие, поступок. Потому что все на свете заключается в том, что было до, и в том, что после. Без того и после события не события. А что? Ну, по чему я знаю? Ожидание. Состояние до или затянувшееся после. Варвар. Безнадежный. Невыносимый варвар. Ну, кончил. Еще гаранты себе заканчил. Я лаюсь. Я лаюсь. Варвар. Тупой, бессмысленный варвар. События без до и после. Есть время. Отрезок времени. Часть. Но время. То, что лишено причин и следствия. Происходящее в башне происходит в чистом времени. В его, так сказать, беспримесном варианте. Так тебе бы интереснее, если зарежешь. И если не зарежешь, тебе бы интереснее. Пусть смотрят. Может быть, поймут хоть что-то. Жаль тебе и не дожил. Он бы понял. А эти коллегу, сенат, идеи. И все равно, все равно. Даже потомки. Вряд ли. Ибо то, что происходит с нами, оно может быть понято только нами. И никем, и никому. Потому что мы обладаем временем. И оно нами все равно. Главное, что без посредников. Что между ним и нами нет никого. Как вечер в поле. Бежишь на спине и на звезду смотришь. Никого не жду. Не помню, когда это было со мной в последний раз. Мальчик. Ощущения, как сейчас. Зашли мои. Зашли мои. Любимые. Приятные. А я? Одна. На стель. Что это твоя Сафо вообще понимала? Эгоистка. Бесконечность восприняла, как одиночество. Эгоистка и самка. Римлянин бесконечность воспринимает, как бесконечность. И чем бесконечнее, тем ты больше римлянин. Вот что я имею в виду. А теперь. При строительстве башни. А ты варвар. Варвар. Тупой. Бессмысленный варвар. Ты такой шанс упускаешь. Ну и до тебя дойдем. Куда ж ты денешься? И достань их тоже. Потому что судьба. Дима править миром, как сказано у поэта. У какого? У Вергилии. Приводить это тоже. Но эти у нас уже есть. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А какой сегодня день недели? Понятия не имею. Кто тебе это, как ты ее? Среда. С тех пор, как при строянии летоисчисления отменили, все дни недели стали какими-то, как пальцы рук, безымянными. Правда? Нет, оно, конечно, хорошо, что мы на порядковые номера перешли. Потому что после 2000 года как-то смысла нет года считать. Даже после 1000, но ничего не понятно. Да, 1000 еще можно досчитать. А потом засыпаешь. Да и для кого считать-то вообще? Это ж не деньги. Ничего не остается. Не потрогаешь. И считать-то, наверное, начали от нечего делать. Хотя вот мы, например, не считаем же. Хотя и делать вроде нечего. Пространство, наверное, мерили. То есть... Расстояние. Только-то... Эй! Пути! И так и пошло по инерции. Тысяча. Две тысячи. Остановиться не могли. Даже потом, когда километры появились. Ой, спасибо Трояну. Подумались. Теперь пускай компьютеры этим занимаются. А то тысяча ли? Тысяча километров. Бред какой-то. Название, однако, жалко. Среда, пятница. Этот, как его? Четверг. Тули. Нам морской воздух по четвергам пускаемся. Красивый имя, вторник. Вторник. Ну? Хули молчишь? Ну, языка, что ли, не понимаешь? Не ври. Все понимаешь. Если я тебя слышу, то и ты меня тоже. Просто плевать, да? Гора мяса трепыхается и все, правильно? Ух уж эти мне пернаты, пархаты. Или не кормят тебя, а? Вон Тули тебе полтрюфеля оставил шоколадного из галии. А ты, сучка, бред хуешь. Голодовку обивила? Ну, им от этого не рухнет. Даже если мы с Тулием объявим, не рухнет. Ничего, ничего. Еще запоешь. Куда ты денешься? Бери пример с нас, с Тулием. Тулий! Ну, чего тебе? Может, она петь завязала, потому что высоко все-таки. Километр почти над уровнем моря. Они ж тут не летают. Так ты ее спроси, ты иди с ней разговариваешь. Прямо с такой процесс. Не отвечает. Заперлась. И не колется. Как блатная или политическая. Ты блатная или политическая? Блатная или политическая? Хотя блатных и политических в башне не держат. Блатные и политические теперь по улицам гуляют, на Капитолии сидят. Потому что все отчасти блатные или политические. Кто больше, кто меньше. И даже не в сущности, а только в степени. А за степень башню сажать, башень не напасешься. Так что и ты тут не по делу, а просто так. Из-за реформы. Теперь и вы. Вот и бери. С нас пример. Стулья. Мы же трескаем. Даже если тебе непонятно. Тем более пример брать должна. Это не фокус. Брать пример, когда все понятно. Да, ставьте птичку по двойню. Брать она тебе. А то и далась. Что почему нам не подражает? Коли здесь находится. Фу. Она ж природу изображает. Представляет вернее. Это же все искусственно. Она одна. Естественно. Это ведь жизнь представляет и представляет. Даже если и представляет, то низшую ступень развития. Вот так я же к тому и клоню. Попугай и тот лучше будет. Я, когда мы в Ливии, как можно, стояли, в Лентус-Магде, Китера одну знал. Так она змеячего придумала. Она рядом с постелью аквариум держала. Чтоб рыбки, говорит, дело учились. Эволюцию. Чтоб продолжить, то есть. А то они больной икрой разбрасываются. Вот я и думаю, отчего же Канарейки с нас пример не брать, да? А то молчит, Артачится. Может быть, Может быть, Может быть, Ей пару закатать? Подзвони, Фрэдер. Но этому она у вас не научится. Радик, что мы Опять, значит, Свербит? Через пять минут прогулка Малопью тебе растрясти. Чтоб, значит, Опять в сыр не сбилось. Группы, Группы. Групп. Свербит. Вы что-то Ну что пишут-то? Желатик? Ну, бои в Персии. Ураган в Акстане. Еще про высадку на Сириусе и Конопусе. Ну, и? Никаких признаков жизни. Ну, это я и без них мог бы сказать. Невооруженным глазом видно. То есть? Была б там жизнь, хрен бы мы их вообще увидели. Ночью особенно. Ночью спать ложатся, и свет выключают. Ты, 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 ты смеешься, дорогая. Ты смеешься, Ангела мой. И доску свою скрыл, сам смеюсь я от собой. Жизнь. Что не в этом понимают? Исследователи. Разве то, что в жизни шума без тебя вогреба. Но люблю я как безума. Разве это не смешу? А ты, публик, что ты понимаешь? Вот по-твоему, в жизни, что это такое? А ты, твой моё машину безума? Не волнуйся, иDI-Сайка. А я и с удовольствием дуэй. А я и с удовольствием дуэй. Жизнь, это когда свет рубишь и на балу, вот это жизнь. Как не дико звучит, но в том, что ты несёшь, есть доля истины. Вокс попули, вокс дей, как сказано у поэта, глаз народа, глаз божий. Или что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Нет, темнота действительно форма жизни. Состояние света, но пассивное. Днём оно активное, а ночью пассивное, но света. А свет у нас что? Это форма энергии, источник жизни. И темнота тоже источник, того же самого. Материя, как они говорят мне. Ну, это была да ещё материя. Ему ещё подавай уголи, чтобы блестели. Ибо по ихнему жизни это что-то плотное, осязаемое, из мяса сделанное. Волокна из ткани, клетки с молекулами. Берёшь в руки, маешь вещь. Осязаемое и описанию поддающееся. Или сфотографировать. И всегда вовне. А жизнь это то, в чём вещи находятся. Это не сами они, эти вещи, а это, как её, среда. И четверг, и вторник, и пятница. И когда светло, и когда темно, и особенно когда темно. И это не звёзды ихние, а то, что между. Да не расстраивайся ты. Подумаешь, Казирко. Да. Словы вас звёзды, а врачи, и ты. И не жизнь для вещи, а вещь для жизни. Интересно, как они определяют там её отсутствие? Чем, миноискателем, что ли, дозиметрами, гейкером, мюллером. Вот. Наконец-то. Так. Что там у нас сегодня? Вилла Де Сте? Или вилла Боргезе? Как называется? Да, пёс его знает. Хороший сад всё-таки. Вон, видишь, Бертун и Помона. Ага. А это похищение Собинянки. Точно. А вон Сатурн, пожирающий своего младенца. Да. Сюжетик. И ограда ничего. И даже вон, смотри, лебеди. Интересно, откуда у них лебеди? Один лебедь. А это что? Отражение. Нет лебедя без отражения. Или человека без биографии. Как сказано у поэта. И лебедь, как прежде, плывёт сквозь века, любуясь красой своего двойника. А кто сказал? Не помню. Скиф какой-то. Наблюдательный анемороз, особенно почайские животные. Ну что, с поэтами интересно? После них разговаривать не хочется. То есть невозможно. Ну, то есть херню пороть невозможно. Да нет, вообще разговаривать. А самого тебя стыдно становится. Ты это хочешь сказать? Примерно. Голосы, тело и так далее. Как после этих строчек. В этом двойника. Ну-ка, повторите. И лебедь, как прежде, плывёт сквозь века, любуясь красой своего двойника. И замертво спят сотни тысяч шагов врагов и друзей, друзей и врагов. А шестью теней не видно конца. От вазы гранитной до двери дворца. Там шепчутся белые ночи мои. От чьей-то высокой и тайной любви. И всё перламутром и яшвой горит. Но света источник таинственно скрыт. Жить незачем. А жить, наверное, не надо было. Детей делают по невидению. Не зная, что это уже есть. Или по недоразумению. Ибо надеюсь, что они тоже стихи писать станут. Многие пробуют. Но потом на прозу переходят. Речь в Сенате толкают. И т.д. Я тоже помню, баловался. Когда мы в Ливии когортой стояли. Опять походили. Молодой был. Тоже одно написал. Чего не помню, только две строчки. Тоже про птицу. И порой меня от сплина Не спасал и хвост павлина. Не дурно. Ублей. Совсем не дурно. Мне лишено изящества. Больше не пробовал? Не, завязал. Жалко. И не потому жалко, что ты сидел бы теперь не тут, а на своей вилле в Яникулуме. Тут бы положен был бы твой бюст. А жалко, потому что сказанное поэтом неповторимо, а тобой повторимо. Но если ты не поэт, то жизнь твоя в клише, ибо все клише. И рождение, и любовь, и старость, и смерть. И Сириус, и Канокус, и бои в Персии, и Сенат, и даже Цезарь. А правды? Лебедя? И двойника? Нет. Чем Рим хорош? Это тем, что в нем столько поэтов было. А теперь, Ишна Янов, а Адриарь, а новое завоевание в Африке. Зарезать пугли и легионе осуществляться. И пострадать, и умереть за отчизнение. И территорию расширить. И это все крыше. Это все уже было. И хуже того, это все будет по новой. То есть в том смысле, что у истории вариантов мало. Человек пугли, он ограничен. Из него, как из коровы, молока много не выжмешь. Крови одной пять литров. Человек, он пугли предсказует. Как сказка про белого бычка. Как у попа была корова да капу альфин. А поэт там начинает, где его предшественник кончил. Это как лестница. Только только начинаешь-то не с первой ступени, а с последней. А следующий уже сам себе сколачивает. Все перламутрово, яшево и горит. Но свет источник таинственный, скрыт. Вот в этой скифе их кто бы теперь за перо не взялся, он с лебедя этого начинать должен. Он из этого лебедя, так сказать, должен себе перо выдернуть. Не расстраивайся ты. Нас нервничает. Вообще ты в последнее время с пол-оборота заводишься. В следующий раз... Что в следующий раз? Откуда ты знаешь, каким он будет? Раз этот следующий. Ты привык, что завтра наступает, ты развратился. Что? Зарезать мне не хочешь? По-будрищу, там и ванк лезь. Лезь! Все лучше, чем цилиндре этом вонючем. Почему нужно тебе лезать? Пол потом нить. Равно, как и наоборот. Ой, просто я разнервничался, что-то. Распсиховался. Да и ты тоже. Может, они какой дурь в паштет намешали? Юриша. Хотя паштет действительно был не очень. Ну, а с другой стороны, мы ж такое не пробовали из страусов печени с изюмом. Вообще, рлюбу в последнее время мало давать стали. Ну, может, она вся в Лентус-Магу ушла у твоей бандерши эволюции учиться. И листички в Персии. Сам говоришь. Это морская блокада. Ну, да, лето. Портится все к тому же... Да, рыбки вся свеженькая. Глаза б мои этих звезд не видели. Уж лучше в шахтах, как при республике. Уголь и уголь. По крайней мере, рубая его, хоть иллюзия была, что к свету пробиваешься. В шахтах, думаю, все-таки было лучше. В смысле не было надежд этих бессознательно с прозрачностью связанных. Синя-то, даль холмы, умбрия, альпы, особенно в хорошую погоду, тем более весной. Ультрамарины и так далее. Но голубоглазые такие вещи особенно сильно действуют. Этот глаз канает и канает без остановки. мечтательность развивается за счет, ясное дело, ярости, вместо того, чтобы на стенку лезть. Звезды эти, Вега и Гассиопея, Орион и Медведицы. Сконцентрироваться невозможно. Тот же Сириус. А ой, гляди, про Лебеля и его двойника сочинять примешься. Удивите на ту лицу, ты еще не пробовал. Я пробовал. Не далее, как вчера. Ну? Бит, открывающийся из окна. 9.81. 9.81 чего? Шик такой 9.82. Ускорение свободного падения. Макабр. Помноженное на 500 метров. Макабр. Значит, ты тоже об этом думаешь? О чем? Ну, об этом сам понимаешь. О самоубийстве. Благородная немская традиция. Лукан, Сенека, Марк, Антонис. Какой стать и я о самоубийстве? Думать должен. Ну, как же, это же ведь это же выход. Самоубийство, душка, публика. Это не выход. Это слово выход на стенке написанное. Только не всего. Тогда, побеги? Совершенный дикарь. Душка будет, самоубийство, побег. Это детский сад какой-то какой-то. Куда бежать? В Рим? Без башни. это все равно, что из истории в антропологию или лучше того, из времени в историю. Это, мягко говоря, деградация со скуки, окочурится. Ну, здесь-то чем лучше? Там хоть что-то происходит. Петушиные бои, гетеры, не знаю, гладиаторы, сенат, законодательство, в конце концов. Ох, я бы снова в легион записался, к черту, в Сирию, в Персию. Уж если не поедно, хоть в истории участвовать, в географии, по крайней мере. Особенно, когда морем путешествуют. Его же отсюда, видать, особенно в хорошую боль. Да ладно! Чего там? Раньше бывало, сунешь пенис, ведро, вода кипит. А теперь я тебе это ведро с первого этажа на пятый поднесу. Петухами особей. Да кончать их листаться! Вы пари! Ну? Ты сначала ведро найди, не выпускают их больше. Нет, пари, пари, пари! На что парить? Парить! Давай парить! На что? А вот на твоё снотворное, давай на неделю вперёд. А ведро, это можно претеру позвонить, и он жива ты ищет. Давай! А ступеньки! 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 Странно, как вещи из моды выходят. Вот это ведро, например. Ну, в сельской-то местности им ещё поди пользуются. А он, когда в Ливии когордой стояли... Так кто в Ливии? Не ты бы, я бы об этой Ливии даже и не вспомнил. Не о сельской местности, и вообще о мире. Место зеленовато-коричневое с синей. Грады и веси. Формы эти, треугольники и кубики, крестики, поля распаханы, вот шниточки синие. Петеру позвоним, карту империи закажем. Или обои. Что то же самое. Смысл империи, публи, в обессмысливании пространства, когда столько завоёвано, какая разница, что Персия, Ливия, Скифия, Галлия, всё равно, теперь ты был первым, кто это почувствовал. И программы эти космические то же самое, ибо чем они кончаются? Когорты на сельность, колонии на конопус, а потом что? Возвращение. Потому что не человек пространство завоёвано, а оно его эксплуатирует, потому что оно неизбежно. За угол завернёшь, дуру и другая улица, она та же самая. Потому что она пространство. И тут они фасады так украшают, ликмина там всякая, номера навешивают, названиями балуются. Только чтобы от этой тавтологии жуткой, горизонтальной, убежать. потому что всё помещение, пол, потолок, четыре стены, юг, север, восток и запад, всё, метр квадратный или кубический. Помещение публик. Есть тупик, большой или малый, петухами и радугой разрисованный, но тупик, нужник публик. От перси он только размерный не отвечает. Хуже того, человек самый есть тупик, потому что он сам полметра в диаметре, это в лучшем случае. кубический или анатомический. Чем там объёмный пространство? Пространство, то есть. Ага. Вещь в себе. Клетка в камере, оазис ужаса в песчанности тоски, как сказано у поэта. Какого? Гальского. И все одинаковые, анатомически, то есть, двойники, близнецы эти самые. Лебеди. Природа в том смысле мать пугли, что она разнообразная, не балует. Из дома выйти, надумаешь, взглянешь в зеркало и дело с концом. Вот то-то они так вот за тряпки хватаются. Тоги эти разные, пёстрые, разнообразные. Туники. Да, хитрённые. А это что? Ну, одежда такая, лёгкая, греческая, поверх туники. Не важно. Только, чтобы на самих себя не нарваться, чтобы помещение не узнать. Весь ужас в том, помню, что у людей больше общего, чем разного. А разница-то это вся только в сантиметрах и заключается. голова, ноги, руки, причинное место у баб птички ещё. Но с точки зрения пространства, публик, с точки зрения пространства, когда ты на бабу забираешься, происходит нечто однополое, как если бы и не на бабу. Вот топографическое извращение какое-то место имеется. Кто по сексуализму, если угодно. В Киберии ты был первым, кто это понял. Потому что он Цезарь. Потому что он привык людей в массе рассматривать. Цезарь, он что, он же везде общий знаменатель ищет. Всё дело в пространстве, которое тебя пожирает в виде версты или в виде себе подобного и побежать отсюда. Некуда. Спасения нету только как во время. Вот что имел в виду Тиберий при строительстве башни. Она есть не что иное, как орудие борьбы с пространством. Не только с горизонталью, но и с самой идеей пространства. Потому что она помещение до минимума сводит. и она как бы тебя физически выталкивает во время, в чистое время, километрами не засранное, в хронос. Ибо отсутствие пространства, оно есть присутствие времени. И для тебя это всё узилище, темница, камера, потому что ты варвар, тебе всегда лебенсраун подай, чтобы маслами шевелить, пыль поднимать. А для римлян это есть орудие познания времени и проникновения воное. И орудие самое совершенное, совсем для жизни необходимое. Уж это точно. В смысле дальше ехать некуда. В смысле лучше этой камеры быть не может. Ещё одиночное, наверное, лучше. Там пространства меньше анатомического во всяком случае. Дальше идёт гроб, где пространство кончается, сам временем становишься. Хотя кремация даже ещё и лучше. Но это от претера зависит. А урну с прахом куда? Родственникам? В мусоропровод. Так хоть в тибор попадёт. Меньше места занимать будет, пространство, то есть, но это от претера зависит. Нет, я лучше родственникам. Активиан хоть будет знать, где его папка валяется. А то, как не было меня, только пенсия. не святым, бескать, духом. Не любил тебя и не на пол. Если бы ты мне дал, да, мы пространство сократили, спали бы вместе. сократили на 10 сантиметров. На 15. Вынуть? Перестань. Я видел. От силы 10 и будет. 15. Хорим? На твою снотворную. зато диаметр и обрезанный. 10 сантиметров тоже, знаешь, не валяется. Не сократили, а увеличили. Даже если только на 10. Даже если только на 10. снотворной. Ну и пошел ты. Мне очень-то и хотелось. На твоем очке свет клинам не сошелся. А думаешь, я вам, когда мы в Ливии когорты стояли, одного араба сдал. Так он за пару сестерций в ноздрю давал. Тоже, видать, привередливый был. Пространство экономил. А как клиент кончит, так он сморкался. От катара верхних дыхательных путей помер. Значит, домой позвони. Сам звони домой. Куда хрен вернешься? С таким же успехом можно в Грецию древнюю звонить. Или в Юдерию библейскую. Домой. Ты еще мама скажи. Я им эту урну могу хоть сейчас послать, они проверять не станут. Потому что для них пожизненно куда больше, чем для нас смысл имеет. Потому что у них там жизнь. А тут может в шахматы сыграем? В шахматы душка публимой давеча нагорацей сменять. А-а-а. Совсем из головы вылетела. Может, пофехтуем? На ночь-то глядя, как сказала девушка легионер. неужели так всегда будет? Ведь до конца дней. А он когда еще наступит при их диете? И когда наступит, говорят, не заметишь. Всегда. и через десять лет, и даже, может, через двадцать, когда уже сил фехтовать не будет, не говоря уже про шахматы, и вся камера будет бюстов полна. то есть всегда это когда забудешь, сколько их было вчера. С горацией или без. Может быть, завтра уже забудешь. Или послезавтра. Завтра может и есть, когда всегда наступает. А может, она уже наступила. Я же не помню, сколько их вчера было с Игирей без Горация. От этого уже можно с ума сойти. Зачем нас вместе посадили, чтобы этого не случилось? Как в браке. Тому и на пленку записывали. И на два разделенные мысли всегда становятся понятнее, не говоря о том, что не так ужасно. Ты хочешь сказать, что мы здесь это наседание потомству как свинки морские? Да, Потом свинки морские. У них же дара речи нет. Их же интерпретировать приходится. Бехееваризм называть. И потом ни у какого потомства времени не будет нами заниматься пожизненно все-таки. Просто некоторые мысли в голове не удерживаются. Чтобы мысли стать больше, чем один мозг требуется. Ум как это? Хорошо, а два лучше. Народная мудрость. чтобы мысли до конца додумать. Теорию вероятности, например, или это твое всегда. Ну так это же значит, это же значит, что мы как бы одним мозгом становимся с точки зрения мысли. Куда она укладывается, там и есть мозг, левое или правое полушарие. Я лучше буду левое. Ну а почему тогда в одну койку подзабраться? Если мозг один, то и тело одно тоже. Так в том-то и дело, что одно тело может сойти с ума. А два нет. Во всяком случае не от той же мысли. Отказываешься значит. А сам одиночная камера. Одиночная камера. Вон однамысливно двоих под одним одеялом. Вот и была в одиночной камере. Но твоим же всегда хрен накруется. В твоем тем более. Это же твое всегда оно только тебя и касается. Ты же не о времени думаешь. Тебе же себя жалко. Дать тебе или не дать тебе. Тебе же все равно себя дышал. Даже если бы тебе баба дала. Даже если бы малышек. по чему ты знаешь. А че ради ты в этой ливии своей по бардакам шасталась. Ведь у тебя же баба была. И этот как его октавиан. Ты же не в башне был. Хочешь сказать, что меня за аморалку. Тебе всегда себя жалко было. И сейчас тебе себя жалко. И это твое всегда оно выражает только степень жалости к самому себе. Ой так будет завтра. Ой так будет послезавтра. Ой так было вчера. Ой я бедный. Ой дамит я. А сам. Что? Сам да ты сам. Сам. Ты помнишь сколько здесь вчера было бюстов? Делов то куча. Сколько было бюстов? Ну и же все больше и больше становится. И же больше и больше будет. Может быть больше. А может быть вообще не будет. А что ты намекаешь? Классики. их вообще не так уж и много. Римских в особенности раз-два и обчелся. Главное с императорами их не путать. Ни с ораторами ни с императорами. Ни с драматургами. Только поэты. Потому что мрамора мало. Ни с греческими не особенно с христианскими. В твоем случае это очень важно. Это почему? А потому что варвару всегда проще стать христианином, чем римлянином. И с жалости к себе, кублин. И с жалости к себе. Тебе же сбежать хочется и самоубийца. Тебе же вечную жизнь обрести хочется. Чем более вечную, тем более жизнь. Ты же ни с чем другим это прилагательное связывать не желаешь. Чем больше вечную, тем больше жизни. Ну и что? Что здесь плохого-то? Да нет же, нет же, что ты? Разве же я? Да нет, нет, что ты? Что ты? Ровно наоборот. Все это как раз осуществимо. Избежать и самоубийца, и вечную жизнь обрести тоже. Все это как раз возможно. Но именно стремление к возможному для римлянина и есть. Самый большой манитон. Ты хочешь сказать, что сбежать возможно? Что это осуществимо? Я не ослышался? Нет, все осуществимо, душка, публида, все осуществимо. Решешь ты, падма. Ни хрена это неосуществимо. Ни в данной инкарнации. И не будет опожизненно начищать бы тебе рыло. Сука ты, тули. Большая, старая, алимская сука, волчица. Над простым человеком дорываться осуществимо. Возможно. Ха-ха-ха. А что поспорим на твое снотворное? Лучше на твое. Мое все кончило. ты идешь. Ты что, с ума сошел? Да если ты выиграешь, то есть, если я проиграю, то... А пока душка публик, повторяй за мной. Эни, Теренции, Лукреции. Ну, давай. Эни, Теренции, Лукреции. Катул-Тибул-Проперции. Катул-Тибул-Проперции. Вергилий-Овидий-Гораций. Вергилий-Овидий-Гораций. Лукан-Марциал. Сенека. Лукан-Марциал. Сенека. Ювенал. Эй! Историков еще добавим. Плиний-Тацит-Солюстий. Плиний-Тацит-Солюстий. Спать хочется. Так прими снотворное. У тебя же оно есть. Пожалуй. Пожалуй, ты прав. Катул-Тибул-Проперции. Красивость ты Погинить Тацит-Солюстий. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Тебе те снились ожить, Когда еще я не пил слез Из чаши вытия. Зачем тогда мелкие из рот к теням И вот был я. Тебе те снились. Катулла стала быть первым и пустим. Во-первых, копия не так жалко, во-вторых, уж больно популярен. На все языки переведем. И веса, как в императоре, потяжелее гораться, будет килограмм за пятьдесят потянет. Это при ускорении, это в девять восемьдесят одна, да если почти еще семьсот метров лететь, то сечки, конечно, кранты. Впрочем, как и крокодильчикам, это в лучшем случае крокодильчикам мрамор жевать придется. А это тебе не фарш. Так и зубки попортить можно. И тут мы еще по ним Вергилием врежем. Тем более, что портретное сходство весьма посредственное. Да и вообще, кто его видел? Может, даже это не он, а на ним? Сами овечки в лугах поедать колокольчики станут, чтоб в голубую шесть красить потом не пришлось. Экая прелесть, а? Всей этой иной еды бесконечной стоит. Да, тяжелый поэт. Одно слово эпически. Это тридцать пять тысяч килограммов метров в момент приземления, да еще при скорости пятьсот километров в час и по морде. Да, не хотел бы я быть крокодильчиком. И тут мы еще по ним Лукреции убрежем. Тем более, что ему, как спятившему, все равно. Счастлив всякий, кто мог постигнуть причину явления. Не говоря о том, что причина явления настигает всякого. Кто счастлив и кто несчастлив. Как это там? Вещи есть также еще, для каких ни одну нам, а много можно причин привести. Но одна только верную будет. Так, например, если ты вдалеке бездыханный увидишь труп человека, то всевозможные смерти причины высказать должен тогда, но одна только истинная будет. Ты бы нельзя доказать, от меча ли он умер, от яда или от болезни какой, или, может быть, также от стужи. Но тем не менее нам известно, что с ним приключилось что-то подобное. Так говорить нам о многом придется. Да, не хотел бы я быть крокодильчиком. Не разбавить ли нам это дело и буром, тем более, что молодым помер, да и все больше о девушках. Дели и т.д. Или проперциям, тоже главным образом процинчиваем, еще лучше сонекой. Олег, что ему как свои убийцы все работает. Замечательная эта строчка у него про ссылку, когда он на остров этом своем корсика, что ли, околачивался. Здесь, где изгнанник живет, вместе с изгнанием своим. Очень к данным условиям подходит. Бурли знал бы ты римских поэтов, ты бы меньше нервничал. И снотворно бы отдал, как стояк без торговли. И не пришлось бы вкалывать тут, как зараза и шагу. И сечка бы функционировала бы нормально. И крокодильчики или там клубок змей живы-здоровы. А так что? Луций, Анна и Сенека дарил, что самоубийца должен канать вниз со скоростью 500 км в час. То есть, делая почти 120 метров в секунду. Так же, как бы он. Лукан. Маркан и Лукан. Автор Форсали. Отчасти потому, что Сенеки племянник. Отчасти потому, что тоже самоубийца. Хотя и молодым. Скрыл себе вены. Чтоб его Нерон не зарезал. Как это про вены у него эти самые? Никогда столь широкой дорогой не изливалась жизнь. Бррр, конечно. Но здорово. Да, хорошие в риме были авторы. Тяжелые только. Вот и ворочи их от того, что барвар и лимон. Есть-то. Считается между тем римским гражданином. И тиберевая реформа распространяется на него со всеми возможными отсюда последствиями. Ни строчки. Из Марциала не знает. Ни Персия. А падишты подай ему снотворное. Никакой душевной деятельности. Одно пищеварение. А падишты барбитурат кальция принимает. И через это такие ребята носы и уши теряют. Демократия. Эх, выпить, что ли, на дорожку. Пасашок. Пьяной горечью фалерно чашу его наполни, малчик. Ну-с, классики. Властители умов. Отрубленные головы цивилизации. Сколько раз литературу упрекали в том, что она облегчает бегство от действительности. Самое время воспринять упрюги буквально. И спуститься с облаков на землю. От звезд, так сказать, к терне. В тибра. Точнее, мутные воды, как сказано у поэта. О, в тибра. О, в тибра. Стоять. О, в тибра. В тибра. Мутные воды. В тибра. О, в тибра. Продолжение следует... 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 И классики. Что это я буду? С кем же я буду? Это же с ума. Сойти. На кого ты меня, зараза, покинул? На кого ты меня оставил? Вот оно. Вот оно надвигается на меня. Вот оно, вот оно, время. Алло, господин Претер. Это публимарцелла с 1750. Доброе утро. Господин Претер, тули ворон исчез. Господин Претер, это же в двух шагах от Капитолия. Известно? Как известно? Каким образом? А, небось, прямая трансляция, телекамеры. Ну да, так я вам поверю. Он ничего общего. Что, сам позвонил? С какой улицы Свеа де Фунари? Ну, господин Претер, это же в двух шагах от Капитолия. Господин Претер, этот человек очень опасен. Просил передать, что купил Просо. Просо. Какое Просо? Какое Просо, господин Претер, вы что, рехнулись? Как для канарейки, мать честная. Где? Заведение и сельба. Что, два кило? Ах, извиняюсь, что только два кило, что было только полсистерция. По дороге куда, домой? Господин Претер, вы что имеете в виду? Возвращается? Как возвращается? Что значит возвращается? Да что значит успокоиться? Через пять минут, если не раньше? Сразу после санобработки? Мать честная. Мать честная. Это что, уже добро к канарку подтвориться? Снабонное. Найдет. Найдет. И здесь найдет. Найдет. Эмрика. Что ты там роешься? А, это ты? Сандалии ищу. Я сандалии свой потерял. Левый или правый? Правый. Хотя, вообще, они одинаковые. Как и сами ноги. Как и сами ноты. Завтракал? Да. С Претером. Ну, от кофе не откажусь. Это что такое? Кто это пил из моей чашки? Я думал... Ну, ух ты. Там наглел мерзавец. И так быстро. Спал-то я на дюйте. В своей, а варвар паршинный. Я думал, не вернешься. Если б я даже и не вернулся, на кой тебе две чашки? Срач разводить? За помойки соскучился. Ностальже де ля бю. Да, базар восточный? Мухи навозные, микроб. Мухи навозные, микроб. Расист. Я думал, не вернешься. Ну, и это как его? Истасковался. Дай, думаю, выплю из его чашки. Может, думаю, туляем пахнет. Ну, и чем же таким тулей пахнет? С сакой. С канализацией и с сакой. Дерьмом. На хрена? На хрена возвращаться было? Ведь сбежал, нет? Ведь рванул когти. На хрена возвращаться? Коснотворное. Что снотворное? Что снотворное? Мы же поспорили. Ну? Ты проиграл. Ну? Я и вернулся. А! Доказать, что проиграл. Безо снотворное. Ты сошел с ума? Ты сошел с ума. А ведь сбежал. Ведь не просто бежал, а из башни был на свободе. Мог куда угодно. И... И променял свободу на снотворное. А тебе не приходило в голову душка пугли, что снотворное есть свобода, равно как и наоборот. Да пошел ты со своими парадоксами. Ведь сбежал. Ведь нашел же способ. И мне, зараза, не сказал. Ты бы на моем месте со мной бы тоже не поделился. Да, но я бы не вернулся. Из чего следовало бы, что возможность сбежать есть. А ты? Ты сократил шансы. Минус один способ, который был. Теперь его нет. Способ сбежать душка. Он есть всегда. Вот способ остаться. Побег, он что доказывает? Что система несовершенная. И тебя это устраивает, потому что ты варвар. Потому что для тебя претер враг, а башня узилич. А для меня он никто. Она ничто. И эти никто и ничто должны быть совершенны. Ибо в противном случае, почему же не вернуться к баракам? И то веселее. Ну, рано или поздно все становится предметом ностальгии. Поэтому у элегии есть самый распространенный жанр. И эпитафия. Да. В отличие от утопии. Говоря о которой. Где мое снотворное? Мало ли где. Ты же вернулся. Сам, конечно. Но это все равно, что поймали. Неважно чем. Идеей или голыми руками. Идеи, они самые овчарки и есть. Даже если это и так. Мы поспорили. И ты проиграл. Я выиграл. Я за выигрышем вернулся. Где мое снотворное? Да под чем я знаю. Давай на свободе этих таблеток завались. Бесплатно дают указ сенатский. Притяни руку и готова. Навалом. А ты? А речь шла не вообще о снотворном. То есть? О твоем снотворном. То есть о моей свободе? Оставили? Грумкие слова. Где флакончик-то? Там, где правы сандалии. На тебя под кроватью. Хитро. Не в жизнь не догадался. А вот что ты дашь. Пыта. Требя. 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 Не поделишься, но если бы, как тебе это провернуть удалось, тебе ведь все равно, так сказать, постфакт. Ну, ты бы снотворным своим и постфактом бы со мной не поделился. Чего ты с таблетки мог бы все забрать, пока я спал? Я не вор, Поблий, я не вор! И флакончик этот я заработал, понял? Заработал, своим горбом, при том буквально. Подумаешь, заработал классиков, шахту покидал? И не только покидал, я и сам за ними последний. Ну, а то они и классики. Властители у мужа. По словам, сам себе палач. Сам себе мученик. И все. Из-за снотворного несчастного. Что интересно, что флакончик этот идею подсказал. А так, он цилиндр и ствол шахты цилиндр. Ну, только длиннее и не такой прозрачный. Но тоже узкий. И метров диаметра не будет. Сантиметров семьдесят пять, не больше. И стенки, зараза, скользкие. Смазано, что ли? Это. Еще от сырости, плесень местами. Ну, вот я и решил. Не просто солдатиком. А матрас туда засунуть пополам сложенный. Он же матрас этот распринется, захочет. Застревать станет, трение создаст. Чего, если солдатиком прыгать, может и не случиться. Это точно. И долго заняло? Ну, примерно как по-большому сходить. Или душ принять. Хотя пахло как по-большому. И темно, зараза. Ну, а потом? Ну, вот. Как ускорение возникает, так матрас. Стенки ствола прижимаешь. Пормозишь броди. А потом... Сечка. Классиками разрушенная. А потом Клаака. Катакомбы бывшие. А потом Тибор тебя сбрасывает. А потом поплыл. Когда мы в Ливии как в Ордии стояли. О, повлияло, малья. Да нет. Просто у меня лавровый венок по плаванию был. Ага, это чего там. Они теперь, поди, похуже прежней. Сечку заделают. По последнему слову. Мы же у них тоже не одни. Там же другие камеры. Может, даже ПВО. Отходов-то сколько. А где, думаешь, у них кухня? Пот или над нами? Пот, наверное. Но продуктам-то в итоге все равно вниз канаде. А так у них хоть шанс подняться иметь. На мир посмотреть. Мир? Лучше вблизи рассматривать. Чем ближе, знаешь, тем чувства сильнее обостряются. Только обоняние. Если ты так по миру соскучился, я могу после себя не спускать в угол. Настра слов. Думаешь, есть какая-то разница после тебя, то есть этих-то их-то зачем оставил? Да нет, не за этим. Просто на развод. На племян. Большая личная привязанность. С детства назову его битву. Знаешь, как это морфо закончается? Вот. Завершился мой труд. Его ни Юпитера злоба не уничтожат, ни медь, ни огонь, ни алчная старость. Всюду у меня на земле, где бы власть не раскинулась Рима, будут народы читать. И на вечные веки во славе. Нежели только певцов предчувствия пребуду. Да положить я хотел. Мы метармафмарфозы. Ты обрати внимание, метармафмарфозы, обрати внимание на оговорку эту про певцов, да еще предчувствия. Лишь понесло его, распелся, на вечные веки во славе. Вдруг останавливается, рубит, так сказать, сук сидя чинакой. Распелся. Ежели только певцов предчувствию верить. И только потом не буду завидны все-таки трезвы. Ну, какое это имеет отношение? И про предчувствия. Они вот сейчас сечку новую заделают. Вот это и есть предчувствие. А то отношение, что он действительно прав, оказался действительно на вечные веки и действительно во славе. А почему? Почему? Да потому что он сомневался, потому что вот это вот, ежели только певцов, предчувствия верить. Это от сомнений. Потому что у него тоже ничего, кроме вечных веков, не было времени. То есть, потому что вот он он тоже на краю пространства оказался, когда его Октавиан Август, пацана твоего, тезка, из Рима попел. Только он на краю горизонтально, а мы вертикально. Где бы власть не раскинулась Рима, что да, то да, действительно раскинулась. И это тысяча метров над уровнем моря. Да еще две тысячи лет спустя. А если их еще и перемножить, да, не предполагал он, что его в разреженном воздухе читать станут. Что значит быть классиком. Осел, де пуплий. Осел. А не варвара. Вернее, варвара и его осел. Как сказано у поэта про другого поэта. Классиком, классиком становится из-за времени. но не того времени, которое после его смерти проходит, а того, которое и при жизни его, и потом. Одно. И одно оно у него, заметь, уже при жизни. Потому что поэт всегда дело со временем имеет. Молодой, не старый, все равно. Даже когда про пространство сочиняем. Потому что песня, она что? Реорганизованное время. Любая. Даже Птичкина. Звук. Там. Или нота. Секунду за ним. Другой звук. Секунду. Звуки, допустим, разные. А секунды всегда. Но из-за звука, из-за звука в публике, и секунды становятся разными. Вот ты с канарейкой своей разговариваешь, спроси ее, о чем она поет. О времени. И когда не поет, тоже о времени. а я думал просто жрать хочется. Когда поет надеется и поет просьба. Я тут ей, кстати, проса купил. Два АКГ на больше денег не было. Маю. На Ведер в Ладе купил. Ага. В Сельве. Откуда ты знаешь? Ведер сказал. Я там когда-то одну Гитеру знал. Совершенная была прелесть. Брюнетка. Глаза мохнатые. как шмили. Как шмили. Своих павлинов держала. грамоти знала. С Багдыханом китайским была знакома. И от купщика ее, за которого она потом своим чередом замуж вышла, он эту сельву и открыл. Чтоб птичьим кормом торговала при деле была. Скотина он был порядочным. С мечом за мной по всему форуму гонялся. Звучит элегически. От избытка глагонов прошедшего времени. Ну, пофехтуем. Ого. С утра пораньше, как сказала девушка легионеру. Именно, именно. размяться. Кровь себе разогнать. Взвешивался сегодня. Еще нет. Но вчера, да. Та же самая картина. Вполнею. Оттяжелел я. Ах, помню. В Ливии. В Ливии, да. Да на кой ляд эту форму соблюдать, худеть. Да тебе же еще и лучше. Чем я толще, тем больше места занимаю. Тем больше тебе этого времени твоего остается. Ведь всем все равно с тебя начиная, есть ли Публий и Марцелл, нет ли его. И даже если есть, ну, кому какое дело, как он выглядит, кого это интересует, кого. Богов, природу, Цезаря? Богам вообще на все положить. Цезарю тоже. В этом смысле он точно помазанник их природа. Безразличны ли природе очертания дерева? Чем похожа на тему градиспута? Я думаю, природе на силуэт дерева накласть, хотя оно его четыре раза в год меняет. Но в этом-то безразличие сказывается, присыщенность, листики обдирает. А у него у дерева, может быть, только и есть, что эти листики. Оно, может быть, всю дорогу только тем и занято, что пересчитывает их денежку свою зелененькую, золотую. И раз! Ну, распустил сопли. Мелодрама. И вообще, вечно зеленые тоже есть. Лавр, допустим, хвоя. То, варвар, врожденное чувство мелодрамы. Должен же я знать место, в котором умру. Ах, вот оно что. Да, и ту хрен не мудрить, раз пожизненно где же еще как-то в этих четырех, не в этом, как его... Пи-эр-квадрат. Во-во. Пи-эр-квадрате в своей кровати при всеобщем обозрении на миру и смерть красна. В конце концов, ту лень. Я против этого Пи-эр-квадрата не возражаю. Клаустрофобия, конечно, разыгрывается, когда подумаешь, что именно здесь избежать-то хочется не столько отсюда, как место жизни, как отсюда, как место смерти. То есть, ту ли, я не против смерти, не пойми меня превратно. И я не против башни. И не за свободу. Свобода может быть не лучше башни. Я уже не помню, не знаю. но свобода есть вариация на тему смерти. На тему места, где это может случиться. Иными словами, на тему гроба. А то здесь гроб уже. Вот он. Неизвестно только когда. Где это ясно. Вот ясность меня как раз туле и пугает. Других неизвестность, а меня ясность. А что плохого в этом помещении? Мы перебравли маленько со скрытыми камерами. Но ведь это только усиливает сходство со свободой. И вообще может быть это все показывают нам в записи. Может быть это и есть суть условной. Будь это реальность, это бы не вызывало бы столько эмоций. Тут я и умру условность это или реальность. Вот это и есть недостаток пространства пугли. Это главный его недостаток, что в нем всегда есть место, где нас не станет. Поэтому ему столько внимания и уделяют пейзажи там и тюды с натур. С временем этот номер не проходит. Ну там портрет какой-нибудь натюр может. Тебе все равно где? мне все равно где и мне все равно когда. О, вот они римские доблести, стойкость патрициев, муцы из цевол и руки жареные. Если тебе все равно где и все равно когда, что ж тебе не все равно? как? Мне не все равно сколько. Сколько чего? Сколько часов бодрствования представляет собой минимум необходимый компьютер для определения моего состояния как бытия, то есть что я жив и сколько таблеток я должен принять единовременно чтобы обеспечить это этот минимум ты не пойми меня превратно публики дело не в том что мне надоело с тобой разговаривать хотя отчасти это так и не в том что я не спал всю ночь что тоже правда просто действительно хочется уподобиться времени его ритму ибо я не поэт я не могу создать новое единственное чего бы я хотел это сделать свое свое бытие чуть монотоннее проще говоря спать больше 8 часов сна 16 часов бодрствования такую версию времени я знаю может быть можно переиграть то есть 16 часов бодрствования ужасно и 8 часов сна а 16 часов сна и 8 часов бодрствования или 18 часов сна и 6 часов бодрствования чем меньше часов бодрствования тем больше часов сна и тем интереснее версия времени пространство оно горизонтальное оно одинаковое а время я уже пробовал кое-что ну не спать ночь спать днем и день трое суток подряд и наоборот во-первых в данных обстоятельствах затрачивается дополнительная энергия на определение дня и ночь а во-вторых это беспокоит меня более всего существует некий минимум часов бодрствования после которого компьютер перестает подачу пищи тогда придется ее выпрашивать у тебя скорее всего выменивают настотворное что испортило бы весь замысел кроме того мы бы вступили в отношения непредусмотренным тиберием при организации башни всего нам обувим что-то имеешь ввиду быть неприятно ну там меновая торговля воровство доносы претеру ты же жил в Риме и пока бы я там объяснил претеру в чем дело пока бы он согласился мне поверить так может у претера и спросить сколько тебе таблеток можно что ты что ты я не имею права больше на снотворное я свое выбрал все в прошлом месяце в конце концов если поэт изучает время профессионально то я любительский а любитель действует по доитею да на кое тебе время срока что ли мало ведь пожизненно в том то и дело что пожизненно оно переходит посмертно если это так то и посмертно переходит пожизненно то есть уже при жизни существует возможность узнать как там и римлянин такой шанс упускать не должен подглядеть значит а оно то подглядывает посмотреть через дырочку в горизонтальном положении не глядя с закрытыми глазами когда я в галлии стояли когорты мои Кобли я тебя умоляю ради всего святого я одного Грека знал до чего предприимчивый был домами торговал и был у него один дом шести или восьмиэтажный не помню нормальные семьи жили муж жена ребенок так он что бестия придумал он им вместо лампочек миниатюрные телекамеры повкручивал за три сестерцы можно было целый час семейную жизнь наблюдать совокупление то есть огогого зачем ты мне все это рассказывал очереди к нему стояли элемент вероятности потому что дело в том что они могли взять и решить не делать сегодня этого и плакали тогда твои сестерцы а могли наоборот а это знаешь как распаляет элемент вероятности ооо прекрати сейчас особенно если ребенок и когда он ночью просыпается и вякоть заводится и она что ты на полном взводе со станка слезает и в детскую канает особенно если блондинка а потом возвращается а у него это вещь сейчас же прекрати колоссально он заработал этот грек целую сеть потом открыл аргус компания называется не слышал нет значит своим умом дошел в добрые старые времена публи таким как ты язык вырывали уши обрезали глаза выкалывали кожу живьем стирать и кастрировать я терплю все это только потому что казнить наказанного во-первых камеры а во-вторых как твои мозги устроят это будет тавтология театр в театре ух или если тебе собачье дерьмо ступить полдник скоро что у нас нынче паштеты с голубиной печенки и форель с яйцами айста наконец-то рыба яйца то хоть оставь позавтрак пугли а сколько таблеток ты принимаешь на ночь две две с половиной три давай для верности восемь постой а что же я то делать буду ты ты обо мне подумал эгоист патрицей на меня то тебе наплевать я то что делать буду не они не они телек посмотришь музыка опять же потом прогулки книжки эти классиков то почитай классика вообще приятнее читать когда знаешь как он выглядит то с кем же я разговаривать буду вслух что ли да я же не выдержу я же с ума сойду ты что там выдерживаешь я же тебя в спокое оставлю а когда проснулся а когда проснулся я расскажу тебе что видел про время там же тоже показывали давай как же так один в этом и р квадрате как точка циркулем обведенная обведенная что ж ты подлец со мной делаешь то не зевай будто я не человек не зевай будто я не зевай человек углей что в человеке особенное углей делай одолжение чего пододвинь гарации поближе так спасибо и а видео так еще ближе так еще ближе классик 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 тебе ближе чем простой человек чем кто чем простой человек 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 углей одинок как мысль которая забывалась в в в в в в в в Продолжение следует... 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 Продолжение следует...